Сегодня у меня такое спонтанное видео, в котором я поделюсь с вами информацией, которая для меня самой стала обескураживающей. Я думаю, что многие из вас знают канал Urban Tourism и его несменного ведущего Андрея М. Ша или Андрея Няшного, или как его в реальной жизни называют Андрей Пыш. Собственно, в чем дело? Те, кто следит за его творчеством, знают, что Андрей не так давно был в Беларуси. Он там вместе с друзьями сплавлялся на плоту по реке. И 1 августа Андрей вернулся на территорию Российской Федерации. При пересечении границы Андрей в своем телеграм-канале написал следующий пост. Я хочу его немножко процитировать, поскольку, на мой взгляд, он стал каким-то роковым для него. Итак, что написал Андрей из диалога с пограничником? Адрес фактического проживания. А что могут прийти? Если надо, придем. Ну и дальше Андрей добавляет. В общем, бардак и хаос. Надеюсь, это долго не продлится. Но текущая политическая ситуация в Беларуси, рука Кремля и олигархата, всплывшие бравые вояки из ЧВК и куча других факторов не дают возможности адекватно спрогнозировать дальнейший ход развития событий. Последнее свое сообщение Андрей в телеграм-канале написал 4 августа. В социальной сети ВКонтакте он был 5 августа, последний день. После этого Андрей пропал. Не знали ничего о его местонахождении ни его друзья, ни родственники, ни близкие люди. Они его искали, но, к сожалению, информации не было никакой. И только через неделю в базе данных московских судов обнаружена была его личная карточка. То есть Андрея задержали 6 августа. На сегодняшний день он находится в Лефортово. И обвиняется, по сути, в ФСБшной такой статье за измену родине или, как правильнее сказать, за распространение информации, которая имеет государственную тайну. У него был произведен обыск и Андрею грозит на сегодняшний день до 8 лет лишения свободы. Информация о том, что он находится в СИЗО, уже подтверждена. Я знаю просто, что его друзья долгое время постили разную информацию, искали. Было совершенно непонятно, где находится Андрей. Но буквально несколько часов назад член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович посетила Андрея. Она смогла с ним поговорить, узнать про все его проблемы, про все нюансы. И я сейчас хочу просто предоставить ей слово, чтобы вы услышали, как говорится, информацию от первого лица. Я хотела рассказать, что вчера мы видели одного человека, которого многие знают. Его зовут Андрей Пыш. Он очень известный сталкер, человек, который лазит по всяким заброшкам, по всяким объектам различным. Собственно, он сидит в Лефортово с четверга прошлой недели. И сидит он плоховато, что называется. Потому что он за неделю прошедшую не получил ни одной передачки, ни одной посылки. У него нет никакой сменной одежды. То есть он вышел к нам в тюремной робе, потому что его одежда на санобработке. И, естественно, у него нет денег на счету. Глупая ситуация. Никто не знает, где он находится, потому что его мама не знает, где он находится. Его девушка не знает, где он находится. И поэтому он оказался в полном вакууме. Действительно, его даже друзья до последнего момента, я так понимаю, не верили, что он арестован. Но реальность такова, что он арестован. И уже вот неделю находится в Лефортово. Значит, он, в общем, выглядит нормально. Задержали его, я так понимаю, довольно жестко, но не били. Значит, он, конечно, просит, чтобы ему прислали все необходимые вещи. Поэтому у меня будет большая просьба к его друзьям связаться со мной, чтобы я передала список того, что ему нужно. Это вещи первой необходимости. Я объясню, как ему перечислить деньги на счет его, чтобы он смог себе в ларьке тюремном что-то заказать. Вот, потому что сейчас, когда он сидит, он совсем голый, пустой, да, ничего у него нет. Он даже, как мне рассказал, у него нет ни бумаги, ни ручки. Ему пришлось попросить у сотрудников СИЗО. И он мне сказал, что он пишет, пишет. Я говорю, а что пишете? Он говорит, ну, я пишу длинное-длинное письмо девушке в надежде, что я его когда-то отправлю. Второе, говорит, я пишу дневник, потому что я много лет вел дневник. Я записываю все, что происходит, все свои мысли и так далее. Но вообще, он парень такой, я смотрю, неунывающий, потому что он мне, например, рассказал, что он сидит один в камере. Он рассказал, что он успел починить вентилятор в своей камере. Долго мне рассказывал, как там устроена притяжная-вытяжная вентиляция. И он просто, видимо, парень рукастый и разбирающийся. В общем, он починил эту вентиляцию. Поскольку он не может себе, значит, скипятить чай, потому что у него нет ни кипятильника, ни чайника. Это тоже надо будет передать ему. Значит, он рассказывал, как он придумал способ сохранять кипяток, который выдают по утрам горячим. В общем, умелец такой. Ну, в общем, конечно, он очень обрадовался, что мы к нему пришли, потому что он понял, что адвокат, который у него по назначению, что этот адвокат, к сожалению, не сообщил ни маме, ни его девушке о том, где он находится. И поэтому он, конечно, оказался без поддержки, без всего. Вот. И, конечно, мне эта история поразила, потому что, вот представьте, что у вас популярный канал на ютубе, где на вас подписано 200 тысяч человек. Еще примерно там тоже тысячи и тысячи подписаны на вас в инстаграме. А потом раз вы пропадаете и сидите один в Лефортовой, и ни один человек не знает, где вы. И сидите без еды, без всего, без посылок, без передачек. Вот такая история, да, печальная. За что же, собственно, задержали Андрея? По информации одних СМИ, речь идет о Горьковской атомной котельной, о видео, которое выложено на сегодняшний день на канале у Андрея на эту тему. И, собственно, это полузаброшенный объект, в котором лишь отдельная часть является рабочей. Я не знаю, что там может представлять государственную тайну, но, собственно, я даже не вникала в суть дела. Под информацией других СМИ Андрей проник на территорию строящейся Ленинградской атомной станции, сделал там кадры, правда, нигде их не выкладывал, и вот как раз это и является нарушением закона. Однако адвокат, тот самый государственный адвокат, который на сегодняшний момент защищает Андрея, утверждает, что обвинение не касается его деятельности на YouTube-канале. Так что мы только можем догадываться, о чем, собственно, идет речь, поскольку адвокат больше ничего не комментирует. Он говорит, что у него подписка о неразглашении. Что, как и почему, мы не можем знать. В моей беседе с Андреем примерно год назад мы как раз касались этой темы. Он рассказывал о том, как его задержали еще в 2016 году. Но тогда речь шла исключительно об административном нарушении. И он все это время считал, что все его вылазки и нелегальные посещения разных объектов нарушают лишь административный кодекс и грозят максимум штрафом каким-то. Я, возможно, сейчас вставлю небольшую часть из нашей беседы, чтобы показать вам, о чем шла тогда речь. Я так понимаю, неоднократно нарушал закон, ты уже об этом сказал. Наказания были когда-нибудь? Чего? Ну, давай, колись. Да были. На самом деле, очень известная история. Там тоже долго рассказывать. Как тебе сказать? Конкретно на жаргоне это называется принималово. Да. То есть, когда ты принялся на объекте. Ну, или рядом с объектом в 2009. Ну, спалился. Были такие случаи. На самом деле, очень многие там любят пальцы гнуть. Вот, там не принимали, да ладно. Чем чаще ползаешь, тем выше риск того, что тебя примут. Иногда хоть до того заходят, что, я помню, там побывали однажды в подземке за одну ночь. Потом там на каком-то там заводе судостроительном. Оспалились по дебильному охране на недостроенном каком-то пятиэтажке рядом. То есть, это настолько глупо было. Если принимают, ну, по факту, надо просто понимать, как, что, ну, по большому счету ты не прав. Тебя там не ждали? Тебя там не звали? Да, ты молодец, ты нашел, как обойти систему охраны, ну, если она присутствует и так далее. Ну, если тебя приняли, ну, ты не прав, все, что выпендриваться, то есть так, ну, приняли, приняли. То есть, не там заливание персом, там еще что-то, как бы, вот эти всякие агрессивные шаги, они, как правило, как бы ничего хорошего не приводят. То есть, ну, приняли, ну, да, ладно, сорян. Ну, вот, нет, понятно, что если там боковать начинают какие-то охраны, то, как бы, там немножко другой разговор. Но, как правило, у меня все в основном нормально было. Ну, ты отделывался административной ответственностью, да? Ну, для чего, собственно, я записываю это видео? Дело в том, что, на мой взгляд, если сейчас раскрутить вот эту общественную воронку, информационную помощь Андрею, то это может быть полезным в дальнейших действиях адвоката. На мой взгляд, общественный резонанс в таких делах имеет значение. Поэтому я предлагаю создать в социальных сетях или на других ресурсах каждому из вас какой-то пост поддержки Андрею с хэштегом «Свободу МШ». И я думаю, что тем самым мы ему действительно поможем. Если же кто-то в комментариях сейчас захочет, я думаю, такие найдутся люди, наверняка, которые захотят гадости про Андрея или про меня написать, якобы там я решила пропиариться на этой теме, я вам скажу так, ребята, идите мимо, Потому что если вы считаете, что я останусь в стороне, когда человек, которого я уважаю, очутился в беде, то вы очень сильно ошибаетесь. Поэтому не тратьте свое время, свои ресурсы и мои, собственно, на то, чтобы писать глупые комментарии, а мои на то, чтобы вас банить. Очень надеюсь, если мое видеообращение окажется полезным. Андрюха, держись!